Крымский мост «Когда хочется, чтобы фейк обернулся правдой» Общество Крым Российский 1 июня 1834 Крымский мост «Когда хочется, чтобы фейк обернулся правдой» Обычный служебный рейс рельсового автобуса в сети приняли за первый пассажирский поезд на полуостров Илья Сергеев Комментариев просмотров 23583 На фото Вид на Крымский мост Фото Сергей Мальгавка ТАСС В сети появились фото будто бы состоявшихся тайных испытаний железной дороги через Керченский пролив Одним из первых сенсационные снимки выложил в Instagram Некий пользователь Сарага Кыркоров Первый пассажирский поезд на Крымском мосту 29 мая 2019 год Пока испытания, написал он Соцсети мгновенно загудели Было отчетливо видно, что фотографии поезда над Керченским проливом Сделаны с автомобильной части моста Вскоре горячую тему подхватил ряд российских и украинских эмидио Заговорили о неких тайных испытаниях и даже о первом пробном пуске пассажирского состава Получалась реальная сенсация Ведь известно, что начало регулярного движения по железнодорожной части мостового перехода Намечено лишь на 8 декабря этого года Хотя Владимир Путин уже обещал, что рельсы могут загудеть и с опережением сроков И вдруг показалось поезда действительно пошли на полгода раньше намеченной даты Напомним, начало движения автомобилей планировалось на декабрь 2018 Но работы были завершены к 15 мая, когда президент России лично открыл движение по Крымскому мосту на Камазе Естественно, народ не удивился и возможности такого же ускорения и за железной дорогой Никто не хотел замечать последние сообщения информцентра Крымский мост В конце мая 2019 рельсошпальные решетки уложены на мосту лишь на протяжении немногим больше 70% необходимой протяженности Конкретно 29 из 38 километров двухпутной железной дороги РФ готова увеличить Киеву поставки угля В том числе для войны за Донбасс в правительстве кратно выросла очередь бизнесменов за разрешениями на выгодный экспорт Куда интереснее действительные перспективы пассажирских перевозок по Крымскому мосту С товарными вагонами ясно логистика выгодная, бизнес пойдет Но как быть с ценой на билеты в Крым, которые резко подорожали перед сезоном летних отпусков по всей России Пока нет железнодорожного перехода, люди добираются на полуостров двумя путями Самолетом или по так называемому единому билету По единому это поездом до Краснодара или Анапы А дальше автобусный трансфер по Крымскому мосту Еще до подорожания купейное место в поезде Москва-Анапа обходилось от 4 до 6 тысяч рублей Плацкарт стоил 3 вопросительный знак 4 тысячи Плюсы 600 вопросительный знак 700 Реза автобус до Симферополя Очень похоже, теперь и без того немаленькие цифры крымского билета придется умножить на 2 Дочка РЖД Федеральная пассажирская компания поясняет Большая разница в цене вызвана сезонным подорожанием и ликвидацией прежних скидок Только дорогим россиянам от ведомственных оправданий легче не стало Новый ценник грозит свести на нет финансовые смыслы будущих железнодорожных воежей в Крым Звучит, по меньшей мере, странно Однако авиабилеты на юг становятся на порядок дешевле Для отечественных путешественников это нонсенс, к которому они вряд ли привыкнут Слов нет, заманчиво улечься на РЖДшную полку где-нибудь на Курском вокзале и проснуться прямо на Феодосийском пляже Причем почти в буквальном смысле вокзал в Феодосии расположен в трех минутах неспешной ходьбы от центрального пляжа города-курорта Только по дороге к вожделенной Тавриде спать, глядеть в окно и гаджеты, пить чай и прочее придется довольно долго Например, расстояние между Москвой и Симферополем около 1-500 километров Перелет занимает 3 часа Зато общее время в пути, которое придется затратить на путешествия фирменным московским составом без малого двое суток Тяжкая временная вилка для остальных поездов составляет от 27 до 34 часов Понятно, что для Питера или Урала получается вообще кошмар Мысль проста, как вагонный тамбур Ехать поездом придется гораздо дольше, а платить больше Независимые эксперты убеждены, если железнодорожные скидки не вернутся, пассажиров на Крым не будет Между тем, вот 11 официально объявленных железнодорожных маршрутов, которые пойдут сразу после открытия движения по Крымскому мосту Москва-Симферополь Москва-Феодосия Москва-Евпатория Москва-Севастополь Санкт-Петербург-Севастополь Санкт-Петербург-Евпатория Санкт-Петербург-Феодосия Кисловодск-Феодосия Кисловодск-Севастополь Мурманск-Симферополь Екатеринбург-Симферополь Продажи билетов на поезда через Крымский мост стартуют в сентябре. Порядок цен еще не озвучен. А пока характерные петиции появляются на сайте официального интернет-представительства президента Украины. Например, на Днях земляки рекомендовали Владимиру Зеленскому вернуть железнодорожное сообщение с полуостровом. Азовский рубеж. Нас много на каждой миле. Морская граница России и Украины стала самой опасной в мире. Небратья все чаще предлагают снять транспортную блокаду с оккупированного Крыма. Кроме того, просят главу государства снять и блокировки с российских сайтов ВКонтакте, Одноклассники и Mail.ru. В общем свадьба в Малиновке, где опять власть меняется. Процитируем последнюю петицию дословно «Возобновить поставки воды и электроэнергии в наш Крым». И подобных текстов на президентском портале достаточно много. Своеобразно отреагировал на украинские инициативы сам полуостров. Здешние соцсети полны ироническими комментариями. Максимум лайков собрал следующий пост «Укропы пустят к нам свои поезда сразу», как только пойдет ЖД сообщение по Крымскому мосту. Не подобрать о своей, а чтобы нагадать максимально. Как бы там ни было, украинской стороне, если она решится и в самом деле возобновить железнодорожное сообщение с Крымом, надо спешить. До декабря придется разминировать свой же собственноручно заминированный мост через Севашский залив на перешейке Чонгар. И восстановить приграничные пути, разобранные правосеками. Впрочем, большой вопрос, согласится ли российская сторона вновь принимать составы с Украины. Крымская железная дорога полностью перестроена под новые маршруты. Есть и другие очень серьезные причины возможного отказа. Слишком высока террористическая опасность со стороны Киева. Да и кому на путях в Крым нужны конкуренты. Тем более, забыл полуостров о поставках украинской электроэнергии. Хватило российской уже после ввода в строй путинского кабеля, проложенного по Керченскому дну сразу после Бандеровского блэкаута. А сейчас, когда наконец-то запущены две стратегических тест под Симферополем и Севастополем, избыток крымского электричества приходится реверсировать на материк, в Краснодарский край. Единственное, что может реально заинтересовать республику вода Северокрымского канала, варварски перекрытая националистами под Херсоном. Вот это действительно способно стать пересмотром недавнего украинского зверства. Но решится ли пан Зеленский на такой непростой шаг? Новый президент продолжает заявлять, что считает Крым украинской землей. И благодарит Европу за санкции против России пока наши территории не будут возвращены полностью. Потому вполне логичными кажутся корабли Черноморского флота, плотно патрулирующие акваторию возле Крымского моста. 17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность Украинской повстанческой армии, правого сектора, УНА-УНСА и Трезуба им. Степана Бандеры, Организации Братства. Их деятельность на территории России запрещена.